Всем привет, друзья! С вами Джокер, вы на канале Джокер Кипиш и Риан из Клышевкинс. Сегодня, ребят, у нас тема, это опять же, строй, аукцион. Спрашивают, что лучше покупать, какая цена, что лучше строй вообще изучать. Давайте еще раз по этому моменту пробежимся. Хочу вам сказать, у меня есть небольшие новости. Вчера я опять потратился жестко, натренировал себе бронелезвие пехотинцев Т-12. Один миллион, ребят, сделал и сделал бронелезвие и телегу Т-12, бронелезвие. Вот. Теперь имеется поля муэтих войск, будем защищаться, проверять оборону. Соперник у нас серьезный, это КВК. Прям вообще реально серьезно, мы с ними уже воевали. Соперник Королевство 302-ое, там, ну, лютые опять. Товарищи китайские. Самураз, вот этот самурай, я с ним уже воевал, раньше, до этого с ними сталкивался. И очень серьезно у них царство. Посмотрим, что нас ждет. Ну, и вам, ребят, желаю всем удачи на КВК. И мне не пуха, так сказать. Обязательно, ребят, подпишитесь, не забывайте поставить лайк. Ну, и пишите в конце видео комментарии свои по данному ролику. Советы мне давайте, ну, и ваше мнение выражайте. Обязательно, ребят, еще подписывайтесь на Инстаграм. Ссылочка на него будет в описании. Итак, ребят, идем к строю. Начнем мы просто с объяснения, что нам лучше всего иметь. Давайте рассмотрим это на... Ну, вот на пехотном строе. Тут не очень хорошо видно, потому что два неродных. Так, Лучниковы. Вот Лучниковы лучше всего подходят. Здесь практически все у нас нестандартно стоят. А вот на телеге вообще все имеются. Итак, ребят, первый у нас в строй. Здесь. Ну, тут вот зеленые навыки, они вообще, ребят, я их даже не рассматриваю. Этот поход, скорость, все равно сейчас, но скоро все двигаемся. Все это фигня. Желательно, конечно, в идеале иметь здоровье. Вот как тут вот тройное, двойное, четверное вообще было бы космос. И, естественно, это подходит для любого вида войск. Что это лучники, что кавалерия, что пехота. Если видите на первом строю здоровье и на втором, то обязательно берите. Дальше у нас третий, четвертый строй. Они тоже самое. Здесь самый сильный навык, это здоровье. Здесь тоже желательно иметь здоровье. Увеличивает одиночный урон получаемый, снижение. Это, ребят, странно как работает. Бьешь в соло, никакой урон не прибавляется. Может быть, если у вас иностранная игра, и там в переводе что-то указано, то, возможно, что-то работает. Но я сколько раз проверял этот одиночный урон. Он не работает, ребят. Не знаю, как у вас, я считаю, что все-таки здесь самый лучший навык, это, опять же, здоровье. Получается, первый, второй, третий, четвертый, это, ребят, у нас все здоровье. С каждого можно поймать по двадцатке. Это, ребята, представляете, 80. Это просто жесть. 80 здоровья можно здесь добыть. Это очень много. Дальше, ребят, у нас пошло. Пятая ячейка здесь у нас есть варианты урон, снижение урона и есть варианты урон при нападении и снижение урона при нападении. Тут, ребят, на ваше усмотрение, естественно, если вы нападающий, то урон при обороне вам не особо роляет. Если у вас и так высокий урон при нападении, то вам, конечно, нужен урон и снижение урона. Ну, или тут еще есть навыки шанса крита, его тоже можно использовать. Если уже у вас замок более оборонительный, то сюда вам желательно поставить будет урон при обороне и все в этом деле. Шестой строй, он практически то же самое, что и пятая. Здесь то же самое. У меня вот есть урон при обороне, двойное снижение. Здесь то же самое, что и с пятым. Если вы защищаетесь, ну, защитник, то вам лучше урона при обороне. Если вы атакующий, то вам нужно или нападение, или урон, или криты. Все просто. Здесь, ребят, у нас седьмое, восьмое. Тут у нас имеются уроны при нападении, снижение. Тут уже все вместе это есть. И плюс еще дополнительные навыки молитв по одному. Я их вообще сразу же отложил в дальний ящик. Они вообще не нужны, я их не рассматриваю. Здесь, опять же, крутой навык. Это база, базовая атака. Идеально его получить, особенно если вы нападающий. Допустим, у вас здесь будет базовая атака и базовая защита. И здесь базовая атака и базовая защита. Будет очень круто. Но и оборонительный как бы замок. Все у меня заточено под оборону. Я пытаюсь поднять здесь снижение при обороне. Также здесь есть здоровье. Можно вообще все 8 на здоровье накрутить по 4 атрибуты. И получить 160% здоровья. Это тоже круто, ребят. Но это нереально практически сделать. Поэтому хотя бы что-то. Такие навыки, как уклонение от крит ударов. Они бесполезные, ребят. Вообще ничем не доказано, как они работают. Как этот крит вообще работает. Я на них внимания не обращаю. Вам не советую. Желательно все-таки здесь добывать базу. Базовая атака, базовая защита. Ну или урон при нападении. Урон при нападении снижения. Все. Естественно, то же самое здесь у нас идет с конями. Все точно так же, друзья. Точно так же с лучниками. И точно так же с пехотой. Все. Занимайтесь. Комбинируйте. Пытайтесь что как бы сделать. И еще, ребят. По аукциону. Сразу же вам покажу, что вот. Например, что лучше покупать. Что стоит брать. Что нет. Ну изначально, ребят. Если у вас нету вообще никакого строя. У вас всего два. Допустим, вы разблокировали все пять. Перед вами стоит задача. С чего же мне начать. Я всем советую, ребят. Сделать все-таки вот как у меня. Один из самых лучших вариантов, на мой взгляд. Ну мне так кажется, по крайней мере. Это все виды войск. Пехота, лучник, кавалерия и телега. И изначальный скрытый строй. Который вы можете, допустим, скомбинировать вместе с подкрепленным. Там вы знаете, есть навыки скрытые. Есть также скрытые. Есть подкрепленные. Вы получаете как бы из одного слепите два. Это базовый ваш стандартный строй. И он будет более такой эффективный. Я его использовал на обороне. Когда у меня была куча лучников. И он мне хорошо показывал. Но сейчас я занимаюсь только телегой. Итак. Естественно, я вам советую. Если у вас пока что нету полного круга рыжего строя. Я советую вам выкупить фиолетовые. Но вот, ребят. Что покупать? Вот это вот бред реально. Полный. Нельзя таки строй покупать. Сейчас на них цену подняли. Потому что событие у нас идет. Я даже в этот раз не боюсь из-за этого события. Потому что в прошлый раз. Вот у нас есть вид. Он зашел в топ. Первое место взял на фермах. У себя везде. И вообще с этих сундуков такой бред нападал. Там просто самый хлам. Самый шлак. И отдали вообще ниже смысла в этом событии. И да. Скомбинировали. Получили награды. Втопить в топ. Если у вас там. Ну сейчас видит опять у нас здесь. Лупит в топ вместе со своей женой. Мне жалко на это время. Там просиживать. Я даже не пытаюсь и не стараюсь. Вот. Что я, ребят, могу сказать. Если рыжий не можете собрать. Собрать сначала фиолетовые. Вот такие синие навыки. По 35. Это вообще не надо покупать. Все это столько не стоит. Просто. Вот такой навык. Он стоит этих денег. Реально. Фиолетовый навык. 47. Это недорого. Реально дешево. Зеленый. Вот за это за 30. Полный бред. Синий за такой. 53. Это, ребята, реально глупо даже его ставить. Потому что у вас в магазине. Вот вы выставили свой товар. Он у вас будет лежать. Он у вас будет лежать 100 лет, так сказать. И у вас его никто не купит. И вы просто тратите на это время. Бесполезно. Этот строй тоже не купит. Зеленый. Они вообще не стоят. Ну, максимум 5. Это его потолок. Он бесплатный. Он валится каждый день. Каждому вверху по 5 штук. Если у вас есть 10 ферм, соответственно, 55 строев этих в день. Это бред. Их куча у всех. Поэтому их вообще, ну, или их ломать, или их просто продавать за копейки. Потому что, ну, это бред за такую цену покупать. Дальше пошел фиолетовый строй. Здесь я для них... Вот стандартная цена, на мой взгляд, для них это 99. Я их всегда продаю за 99. И вообще выше не беру. Если есть рыжий навык, тогда да. Там можно и заказ их поставить. Вот, допустим, здесь, в принципе, цена приемлемая. Это можно покупать такой строй, если вам не хватает его вся в коллекции. Дальше. Ну, такой строй со здоровьем. Нет смысла, можно такой рыжий найти. Также опять косарь. Стандартная цена для него. Я такой строй сам продаю и покупаю. Ну, вот нормальная цена. 102. Такой можно покупать строй. Дальше. Уклонение кавалерии. Мы уже об этом с вами говорили. Он бесполезен. Уклонение непонятно, как работает. Его красная цена вообще. Он вообще ничего не стоит. Тысячу. Тысячу, полторы. Все. Даже если там тройной я видел. Они вообще их выставляют там за 200 тысяч. Ну, кому он нужен? Когда вы еще скомбинируете. Допустим, одинарный у вас 2.85, да? Кто-то скомбинировал его. Получилось два навыка. По полтора всего лишь. В итоге у них тоже самое 3%. Но он уже выставляет его за 30. Чувак, посмотри. Почитай, посчитай. Что ты делаешь вообще? Странно, конечно. Бизнес ведут люди в этой игре. Ну, в плане торговли на аукционе. Мне он не понятен. Здесь здоровье. Цена, ну, приемлемая, нормальная, как бы. Понятно, можно найти дешевле. Но я тоже вот за такую цену только и продаю. Пехота, здоровье. Она столько не стоит, ребят. 5-6 тысяч это потолок. Вообще. По здоровью на кавалерии то же самое. Завышают постоянно цену. Очень прям сильно на шанс кратического удара. Лучникам завышают цену. Урон при нападении вообще на все виды войск завышен. Нереально. Они столько не стоят. Их можно поискать. Найдете, ребят, за 10 тысяч. Спокойно на любой навык. На телегу такие за полторы тысячи можно найти. Вот нормальная цена вообще. Прям спокойно можно покупать. Тут два навыка. Вот уклонение. Вот выставляют он за десятку. Хочет продать, но он никому не нужен, я уверен. Никто его не купит, потому что уклонение вообще неизвестно, как играет. Хороший строй, нормальная цена. Здесь тоже, допустим, двойной навык. Это в основном оборонительный. Снижение здесь вообще занижено. 3 всего лишь процента. Здоровье 5%. И он предлагает ее за 69 тысяч. Чувак, садик они. Ну ты вообще бред. Вот снова бред. 20 тысяч это просто потолок для этого строя. И у него его не купит никто. А если купит человек какой-то, то он просто глупый. Или совсем играть не умеет. Цена этому строю, ну 15-20 это в лучшем случае. Ну уж не 69, там 70. Такой строй вообще я уже говорил, что эти проценты не работают. Ну точнее не работают эти молитвы. Но она нам особо не нужна. Он тут вообще строя бы даже не стал покупать. Хороший строй, но цена не хорошая. Реально, вот 4 тысячи 5% самая нормальная цена для такого строя. Здесь получаем урон при нападении. Но он занижен всего лишь 3,7. Ну да, может конечно такой строй купят, скорее всего. Но тоже навряд ли скинул бы. Косаря на 2 ушел бы точно за десятку. Уклонение за 10 тысяч так и пролежит здесь, это мы уже знаем. Здоровье, цена нереально, ее не купят. Аукцион идет уже сколько часов, даже ставки нет никакой. Цена для него, ну 5-6 тысяч это максимум. Синий строй тоже, ребята, валяется, так и не купит. Вы поэтому, ребят, ведите для себя тоже, ну, какую-то адекватную цену ставьте. Вы быстрее продадите, быстрее сможете купить. Быстрее у вас будет, так сказать, ну, я не знаю, как его назвать. Стартовый капитал этих монет, чтобы что-то для себя приобрести на строю. Вот такой строй снижения уроны с холков. Опять же, он этого не стоит. Реально, потолок тысяча для этого строя. Это, мы уже вернулись, ничего не стоит, ничего не стоит. Иногда бывает, что зеленый или синий строй вылетает, и он стоит там не первого уровня, а десятого, там, двадцатого, тридцатого. Кто-то там потратил, допустим, свои томы, улучшения на них. Тогда, понятно, такой строй нужно выкупать, увидел, да, смотришь, он двадцатого уровня, сразу же его зафиксировал на цену, купил, и все у тебя четко. В итоге тот чувак, кто-то продал, просто был глупый, не посмотрел, что продавал его, а если успели, то вы красавчик. Здоровье, опять же, цена неадекватная, опять шесть кассарей, стандарт. Он так и пролежет, вы, возможно, его продадите, друзья, но вот этих по три дня он у вас будет стоять, ну, недели три-четыре. И потом какой-нибудь дурак случайно жмёт и купит его. Но, ребят, лучше вы стоите за пять его, за шесть, и он реально улетит у вас просто часов за восемь. Этот второй, ну, не знаю, вряд ли его купят. Телега, получаем урон при обороне. Ну, в основном их покупают для синтеза, тоже не купят, скорее всего. 1700 нормально бы ушло. Здоровье на телегу пять кассарей, это вообще прошлый век, полторашка, крайняя цена. Лученький, базовая защита, ну, тоже тут пятёрек. Ну, возможно, тут он продаст, но вряд ли тоже. Ну, и, ребят, нереальные цены на строи, где у нас там... Вот, нормальная цена для строя, его купят сто процентов. Строи, где имеется там по четыре доп. атрибута, по три тут вообще по миллион их продают, по 700 кассарей. Вообще полный бред, реально. Не купят их просто, просто не купят. Это всё тоже никто не купит. Вот это, возможно, купят. И то, ну, вряд ли. Потому что, опять же, непонятно, как работает вот этот одиночный лон кавалерия. Если бы мы знали точно, тогда бы, возможно, это был бы крутой навык, и многие бы пытались сопривать его. Но пока его не видно, эффекты егошнего, он никому и не нужен. По два атрибута даже что-то не вижу. Вон при обороне. Вообще, ребят, если вы хотите, чтобы у вас прям быстро купили, рыжий строй вот, ну, за пятихатку урона при нападении не точно купится. Тут вот цена опять неадекватная. Четыре семьсот для рыжего, для фиолетового строя это бред. Для рыжего можно купить. Он сразу просто улетит, вообще мгновенно. Его и за семь, за восемь выстоишь, он улетит, буквально только по стару уже выскочит. Но этот, этот простоит. И вы, ребят, потом у себя будете ставить? Ага, видите, урон. Хотите продать? Ну, закосай его, положите, его заберут у вас сразу же. Понятно, если у вас там всего два-три строя и пустой магазин, и у вас есть время, тогда вы можете их там хоть по миллиону ставить, и будут они у вас сидеть. А если у вас цель постоянно делать для себя монеты, поднимать все время, что-то их, так сказать, в дело пускать, купил, перепродал, там, перепродал, купил, подкопил, еще что-то лучше взял, тогда надо делать адекватную цену. Урон при нападении, здоровье, снижение урона стрелков. Ну, тоже вряд ли, конечно, купят. Было бы двойное, нападение, наверное, бы взяли. Ну, а тут, видите, опять занижено проценты, не забывайте на это смотреть. Видите, здесь случайное снижение урона всего лишь 1.82 из трех возможных, практически половина. Урон при нападении 3.74 из 5 возможных, и здоровье 4.13 из 6 возможных. Очень мало, реально. Очень мало выкрутили, во самом минимуме, поэтому он столько не стоит, реально. Тоже вот, ну, 50 тысяч, и то, блин, она так же пролежит. Этот, я уверен, что не возьмут. Вот этот свой купят. Возможно, не сразу, но купят 100%. Конечно, можно искать удачу, так сказать, и искать общество, и, грубо говоря, конные там всякие, по тысяче, по две, по три, они реально есть. Люди их покупают. Бывает, кто-то выставляет, и можно тоже урвать куш для себя. Если каждый будет понимать политику общей торговли здесь, ну, не то, что политику, а более-менее разбираться в нем, тогда у нас будет меньше вот этих вот строев непонятных за баснословную сумму, и мы быстрее сможем собрать все и строить то, что нужно каждый из нас. Вот тут вот цена нормальная, а так-то. Ну, конечно, не каждый хочет себе собирать фиолетовый строй. Многим нужен сразу же рыжий, поэтому они не так актуальны, но, в принципе, строй неплохой. Давно, кстати, я не видел строи с уровнем выше первого, но раньше бывали поначалу. Сейчас, наверное, уже все научены этими ошибками. Я даже покупал строй 40-го уровня, ребят, представляете? 40-го уровня, был за копейки, я его взял, просто разобрал его и себе повесил, вообще нормальная тема была. Так вот, на этом аукционе можно просить, ребят, сутки, на самом деле. Стреи люди постоянно выкладывают, кто-то что-то покупает, можно здесь сутками сидеть и залипать в него вообще. Вот такой строй я отмечаю для себя, буду мониторить на него, заходить через время некоторое и делать на него ставочку. Мне интересен этот строй, я его куплю потом. И выставлю за косарь, как бы нормальная цена. И также, ребят, не забывайте отмечать, ставить галочки, чтобы потом, в последний момент, вот как вот здесь конный строй, я буду выкупать. Цена на него зафиксирована 5 косарей, 2 895 дебаты идут. И здесь за него, видите, немножко борются я, когда здесь будет ставка, ну, осталось там несколько минут, там, или что-то подобное. Жалко, мы не видим время, через сколько он закончится. Когда напишет нам, будет скоро истекать, я примерно посмотрю последнюю ставку, и от этого буду отталкиваться, постараюсь ее выкупить. Также урон при обороне буду пытаться выкупать. А для своего синтеза вот неплохой строй. Ну, я его, наверное, не буду покупать. Так его отметил для себя. Но здесь мало вольных процентов. Было бы 4, там с половиной точно бы его забрал. Вот этот кавалерийский, за него буду бороться. У меня здесь тоже стоит строй некоторые. Выкупленный вот уже на него ставка у меня стоит. Не у меня, а кто-то покупает. Его будут забирать. Ну, и постепенно, я думаю, как раз к этому времени, через сколько у меня закончится? Через 5 часов я смогу как раз и выкупить себе вот этот строй. Там еще сколько-нибудь доберу. Вот этот строй, конечно, крутой также. Цена для него реально нормальная, но он уже, короче, ребят, в разработке. Я вот так, короче, проверяю чисто. Понятно, я его не куплю, просто смотрю, за сколько у него цена. Вот здесь строй неплохой. Тоже, возможно, буду забирать, чтобы закасать, потом продать. Вот этот строй урон при нападении нормальный. Цена 300. Уже его кто-то берет, но я не хочу зафиксировано брать. Подожду, может, смогу урвать. Здесь урон при нападении нормальный на телегах. Ставки пока что нет, не особо он кому-то интересен. Но этот строй реально крутой. Потому что здесь, смотрите, база, ребята, с одной рудей. 2,98 это практически максимум, не хватает только на 2%. И урон при нападении практически максимальный. Это крутой строй реально. Просто на телеге мало кто играет, а я не хочу его за всю сумму брать. Ну, 20 это дорого. А вот если повезет за восьмерку, я его по-любому буду забирать. Вот строй отличный. А, нет, это, ребят, нету. Это фигня. Тут у нас он наполовину нападающий, наполовину оборонительный. Было бы урон при нападении и снижении, было бы круто. А тут нападение, оборона, как бы, не то, не все. И проценты ниже среднего. Так, вот у нас базовая защита с одной рудей. Хороший строй реально тоже двойной. И цена приемлемая реально. Такой можно взять. Здесь тоже у нас получаемый. Тоже можно взять такой строй. Это я вам показывал, за что я бы стал бороться. Непонятно мне, монет на все не хватит. Я потом со временем что-то буду выкупать себе, что-то оставлять. А так цена хорошая вот для этих строев. Получаем урон при обороне. Телеги вот. 1800. На них, в принципе, практически везде уже стоят ставки, потому что люди понимают тоже, что надо покупать. Вот строй, за который я хочу бороться. Снижение урона кавалерии. 2.78. Это реально круто. Этот строй я... Пятый у меня так-то есть уже место. Шестое, точнее, хорошее. Его или надо будет комбинировать, или его можно будет продать. Реально зафиксируют сумму. За двадцатку его заберут 100 пудов просто. Если мне повезет, то я выкуплю за десятку. Поборюсь я с ним на аукционе. То я его перепродам потом подороже. Хороший тоже строй. Цена тоже приемлемая для тележников. И он тут даже не зафиксирован. Я просто смотрю, чтобы смотреть, кто на них ставки делает. Получаем урон при нападении. Вот тоже двойной урон при нападении. Один выше среднего, другой пониже. И цена тоже... Ну, 30 как бы тысяч. Это немало. Но его, уверен, заберут. Было бы 20. Все. Его бы уже здесь не было. По-любому что-то здесь купили. Потому что есть некоторые цены. Вообще здесь счастливые. Как бы. Вот хороший строй. Тоже за него по-любому будет борьба. В последние часа два. Мне он тоже интересен. У меня на пятом... А, нет, друзья. Это пятый строй. На пятом строе здоровье не так актуально. Извиняюсь. На пятом мы уже говорили. Там лучше иметь урон, снижение или нападение. Вот строй вообще. Ну, тут уклонение пехоты. Мы знаем, что это бесполезно. Его можно даже не считать. База хороший навык. То, что их два, как бы... Возможно... Возможно, даже никто его не купит. Я не буду покупать. Тут лучники у нас. И вот. Уклонение. Открыт удар. Тоже за копейки его отдают. Но уже поставили ставку. Меня он не интересен. А вот он при обороне нормально. Ну, дороговато. Я такой за десятку где-то брал. Все, ребят. Такой вот ролик. В чем его суть? Пытаюсь вам максимально понять политику аукциона. Чтоб не было, хотя бы, ну, среди наших, как бы, узкоговорящих игроков, чтоб не было вот этого. Блин, как что торговать? Как что продавать? Какие цены делать там? То, сё. Кто-то перьями торгует. Я перьями вообще даже не залажу сюда. Торговлю. Если вы будете понимать немножко рынок вот этот, что? То, когда за сколько ставить, то вам будет легче собрать монеты и быстрее свой строя купить. Я, ребят, не копейтесь сюда. Не вкинул в эти строя. Собрал для себя такое количество строев. Всё имеется. И я занимаюсь этим постоянно, каждый день, как бы. Вот и всё. Вам желаю удачи, успехов в поисках строя, ну и терпения. Ребят, самое главное, что бывает часто, вы так вот, бывает, просто залипните, листаете. И часто бывает, что не обращайте внимания и пролистывайте что-то реально годное. Вот, допустим, получаем урон при нападении за 110. Понятно, мы его отметим себе и потом будем выкупать и продавать его. Так можно и что-то реально крутое пролистать. На этом, друзья, всё. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь и пишите своё мнение, как вы торгуете, какие у вас есть свои фишки. И всё в этом вроде. Всё, друзья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok